В музее нашем 9 отделов, и вам повезло, потому что мы буквально с 1 марта будем это все закрывать, разбираем, будем делать ремонт в этих помещениях, потому что осень уже просит ремонта, и потом будем переделывать концепцию музея, то есть он по-другому даже будет отделы называться, по-другому будет рассказать. Так что вот пока вы последние люди, которые еще удалось увидеть ту коллекцию музея, которая уже 40 лет здесь стоит. Само здание тоже очень интересное, потому что это часть бывшего монастыря доминиканцев. Монахи-доминиканцы, орден Святого Доминика во Львов приехали еще в конце 14 века, в 1377 году, и здесь они начали строиться и построили огромный такой комплекс, который так несколько гектаров занимает. Но наш музей занимает небольшую часть этого бывшего монастыря, коридорная, вот эта часть построена в самой старой, в готическом стиле еще, готика, то есть такие ребра неврюры, стрелочистые своды, стрелочистые окна, никаких украшений, никаких излишеств, все для того, чтобы монахи могли здесь вести свой благочестивый образ жизни. Ну и в коридорной части у нас находятся три отдела. История древних религий, или древние религии мира, потом юдаизм и раннее христианство. А, забыл спросить, на комплекс археологических экспонатов, которые рассказывают о древних предках украинцев, которые назывались Трипольцы, Трипильцы. То есть цивилизация, которая у нас существовала еще гораздо раньше, чем в Египте. Мы обычно говорим в школе там Вавилон, Шумер, Египет, Греция, Рим. Но на самом деле Египетские пирамиды это всего лишь 3000 лет до нашей эры. А наша цивилизация Трипильская, которая там была восточная, центральная Украина, южная и западная, 6000 лет до нашей эры. То есть еще за 3000 лет до Египетских пирамид, когда в Египте была просто пустыня и там кочевали верблюды, то у нас уже здесь существовали древние города. И существовали города древнейшие, которые уже по 8000 лет назад назывались Трипольцы, потому что первые находки на территории Украины возле Киева село такое Триполья, где как бы было Триполья, поэтому так село называется. Одним словом, вот эти все кувшины, различные чашки и другие вещи носят на себе различные изображения, потому что Трипольцы были в первую очередь имена земледельцев и животноводов-скотарей. То есть из-за того, что они занимались земледелем, сидели вот там такая каменная верночерка, то есть есть такой камушек, значит он лежал по камне и перебирали быту, кролец, коз и собак, которые помогали пасти вот эти все стада. То есть это о их занятиях нам говорит. Но нам все-таки интереснее не то, чем они занимались, а то, во что они верили. А верили, они поклонялись различным природным стихиям. Был у них, например, культ Солнца. Ну сейчас мы подойдем. То есть напоминаю, 6-30 лет до Рождества Крестова, то есть никакого христианства еще в помине не было. А крест в данном случае это ничто другое, как символ огня. Ну говорят, что если взять две палочки и так вот долго ими череть, то можно получить огонь. То есть это ничто другое, как небесный огонь, то есть символ Солнца. Так называемый солярный знал. Знак, то есть поклонялись трипольцы культ Солнца. Но был у них также и культ воды. То есть вот эти все черточки, которые на этих кувшинах, это различные прямые, косые, прерывистые. Это вода в различных состояниях. То есть стоячая вода, текучая вода и падающая вода в виде дождя. Как же они занимались и культом женщины. И вот здесь мы видим такие керамические фигурки с изображением женщин. Ну лицо, руки как бы не очень проработаны. Но уже это не имеет никакого значения. Значение именно вот это, что женская скульптура, а не мужская. Они использовались в магических различных действиях. То есть такую женскую скульптурку замешивали с глины, в которую добавлялось зерно или мука. И потом эту скульптурку закапывали где-нибудь на поле. И над ней прочитывались определенные молитвы и заклинания. То есть верили трипольцы так, как женщина приносит в мир детей. Так и поле это, заряженное этой хорошей энергией, принесет хороший, богатый, щедрый урожай. Ну а мы с вами перейдем теперь через несколько столетий. Древние люди неандертальцы, которые еще жили там 10-15 тысяч лет назад на территории Европы, в том числе и у нас, на Украине. То есть были раскопки на Закарпатье возле реки Уш. И там была найдена стоянка вот этих древних людей трипольской культуры, которые еще там на мамонтах добывали костей, бивень и шкур в свои жилища, добывали огонь, вынимались рыболовством и и тому подобное. Так что тут еще такие очень-очень зарядные древние. До 4-го тысячелетия мы переместились так сразу на 5 тысяч лет и пришли в первое тысячелетие до нашей эры. Пока до нашей эры. На берегу Днестра, то есть в соседней нашей Чернобыльской области, была найдена вот такая каменная гробница. И в гробнице было 5 человеческих скелетов. Один мужской, 3 женских и один маленького ребенка. С ребенка только вот эти косточки остались, которые покутнее. Люди уже тогда верили, что после физической смерти человека остается некая субстанция душа или дух. И вот появилась древняя религия, которая называется анимизм. От латинского слова animas. То есть душа. Ну отсюда слово аниматор. Те, которые там на пряже людей развлекают, чтобы они не лежали как тюлени, а чтобы они двигались. А душевлители они называются, аниматоры буквально. Одним словом, люди верят, что эта душа после смерти будет пользоваться теми всеми предметами, которые пользовался человек во время своей земной жизни. Поэтому в могилу они ложили различные изделия. То есть вот эти все кувшины, чашки, каменный топор и даже вот эти костяные гребешки для учесывания. Вот 4 гребешка, 4 было человека, у каждого свой. Ну и вера в душу, в бессмертную или вера в духа, это неотхабимый атрибут любой религии. Потому что раз нету души, раз нету загробной жизни, ну тогда нечего говорить уже и о жизни, о смерти, о рае, о аде и других вот таких вещах. Ну а дальше мы переходим мимо, к вот этих славянам. То есть тут у нас о наших ближних предках славян. Ну то есть мы с вами как бы понимаете разные там ветки немножко славяне и вот эти северные народы. И вот именно вещь о славянах, которые жили в 6-м, 9-м веке на территории Украины и были они политеистами. То есть полимного, теос бог. Они верят, что существует большое количество различных богов и значит каждый из них отвечает за какую-то природную стихию или за определенный момент в жизни человека. И поэтому здесь мы видим изображение верховных славянских богов Перун, который был бог молнии и грома, Стрибог, бог ветра, Велес, покровитель скота и подземного мира, Дашбог, бог солнца и Сварог, бог огня. Кроме этих верховных богов были боги средние, были такие совсем маленькие башки. В том числе, которые изображены у нас в произведениях классических, таких как «Драма феерия леса украинки» «Лесная песня», то есть «Мавка и русалка». Ну я думаю, эстонцы тоже верят в то, что в лесу живут лесовики, дома домовики, те, которые барабашки некоторые люди называют, в воде водянники, болотники и тому подобное. Вот такие вот древние верования, остатки которых остались еще, наверное, и до сих пор, потому что люди верят у нас, что существуют какие-то там существа, которые охраняют дом, например, или же в лесу можно заблудиться, потому что тебя могут увезти там вот эти лесные все сторожа. Которые уже три тысячи лет, то же самое, это первый век до нашей эры, первое тысячелетие даже, скажем, не первый, 13 век, 10-й, 13-й, ну по крайней мере 30 тысячи лет, то есть было найдено у нас на территории соседней области несколько парных захоронений. Считается, что к умершему мужу в могилу абсолютно добровольно легла его жена, то есть исполнила вот эту заповедь, как она ему обещала, быть верной до гробовой доски, и после смерти мужа она выпила сильнодеющие снотворное, что-то, например, цикута, и уснула вечным сном, то есть она легла к нему, обняла его своей рукой, вот видно за шею, эти два браслета бронзовые на предпилече, ноги положила на его бедро, и таким образом упокоились они вместе, исполнив вот эту свою обетницу. Таким образом, можно говорить уже, что и три тысячи лет тому назад людям были присущи такие чувства, как любовь, как верность, как сочувствие и тому подобное. Только покажу самые интересные экспонаты, которые у нас находятся. Это мумия кота, мумия ястреба, и изображение жуков-скворобеев на осколке саркофага древнеегипетского, а также вот эти статусы с изображением богини-полдородия Деметры, которые датируются первым тысячелетием до нашей эры. Но у нас, у трипольцев, это 6-й, 5-й век, то есть на 5 тысяч лет раньше появились вот эти богини-полдородия у нас здесь в Украине, чем они появились в Греции, а потом в Риме. Дальше интересные экспонаты «Голова Зевса». Первые уже столетия нашей эры, чашка с изображением Прометея, который людям принес огонь, ну а также совсем уже современные, можно сказать, вещи, 19-е столетие, бог Амур, он же Эротс, который точит стрелу любви, Гермес, или Меркурий, покровитель путешественников и торговцев, открепие скула, бог медицины, ну и также верховные, олимпийские, греческие. Это все вы там еще и в школе учили. Ну а теперь мы переходим ко второму нашему делу, которое называется «Юдаизм». «Ю» в украинском языке, о том, что в русском «Иудаизм» и «Иисус» у нас просто «Иисус». И поэтому религия древних и современных евреев у нас называется «Юдаизм». Ну и здесь рассказываются различные сюжеты библейные, о жертвоприношении Авраама, о чудесном спасении Моисея, о том, как евреи переходили через Синайскую пустыню в землю обетованную в Палестине и собирали там манную вверху для этой имени. Оригинал это огромный, такая, 5-метрового размера в Италии. И Моисей здесь изображен с рогами. И вот все люди обычно спрашивают, почему Моисей с рогами. Ну, два варианта ответа на этот вопрос. Во-первых, считается, что, возможно, Микеланджело хотел изобразить лучи света, которые выходили из головы Моисея, просветленного. Но мрамор этот, который был таким материалом, пломким, значит, обломался, и поэтому вместо лучей получились маленькие такие лучики, которые только исходят из головы. Что это никакие не рога. Ну, а второй вариант, что это был неправильный перевод из еврейского текста. То есть в иудаизме, иврит, вот это священный язык, который сейчас опять возобновили в Израиле, на письме нету там гласных. То есть одна только гласная пишется А, АЛЭ, А, такие как О, У, И, И, И и так дальше их нету, только одни согласные. Поэтому прочитать слово можно совершенно по-разному, зависимо от контекста. И вот, например, слово Египет пишется в еврейте то же самое, как слово Ограничение. Ограничение Египет. А слово Рога пишется то же самое, как и слово Свет. То есть неправильно перевели Свет и получили из рога, ну и Микеланджело изобразил его с рогами, соответственно. Но в 17 веке католическая церковь запретила изображать категорическое Моисея с рогами, потому что это неправильно, а в православной церкви нет такого запрета, поэтому на иконах мы несколько раз можем сразу узнать, что это Моисей именно по этим рогам, которые у него на голове. По центру этого нашего дела юдаизм, то есть религия евреев, так же, как и по центру синагоги, помещен шкаф, который называется Арон-Кадеш, который предназначен для хранения Торы. То есть здесь мы видим самые настоящие священные книги Торы, написанные на пергаменте, специальными чернилами, вручную. Длина этого свитка 43 метра. То есть если его отзывы, то он на целый, если наш коридор будет, пяти книжек Моисея или Тора, или первые библийные книги Тора, или закон буквально, то есть это есть, то другой, как в христианской любой библии, православной, катамической, открываются первые пять книг Моисея. Но для евреев это не просто книга, это священная книга, настолько, что ее даже не может увидеть посвященный, не посвященный, извиняюсь, поэтому вот этот шкаф, пара МХД, закрывается синагогой таким покрывалом, завесой, которая называется парохет, чтобы люди, которые заведут синагогу, они не оскоренили Тору своим плохим взглядом. Ну и открывается эта завеса в понедельник, в среду и в субботу, когда Тора вынимается для чтения. Настолько она священна, что нельзя по ней даже пальцами водить, по этим буковкам, чтобы ее не испортить, поэтому существует специальная серебряная указка, которая называется яд, буквально называется рука, она имеет вид руки, и там палец такой указательный, и когда читают, то водят по этим строчкам, серебряной этой указочкой, чтобы каждую букву прочитать буквально, прочитать слово, можно неправильно понять смысл, исказить то, что Бог дал евреям, а это большой грех, поэтому каждая буква и дух закона, то, что вы слышали, буква и дух закона, вот это буквально означает правильное читание и понимание Торы. Но кроме той Торы, которая хранится в синагоге, она очень дорогая, стоит от 20 до 100 тысяч долларов, вот такая вот книга, то существуют такие издания обычные, печатные, которые можно каждому еврею себе купить и дома ее спокойно себе читать, изучать. Кроме Торы, существует еще вторая книга, которую вы слышали сто раз, наверное, которая называется Талмуд, Талмуд, когда мне что-то такую большую книгу, где ты взял этот Талмуд, или куда ты тащишь. То есть Талмуд – это комментарии к Торе, которые огромные, просто такие издания. Одна только часть Талмуда у нас здесь помещена, на самом деле 12 томов, вот таких, которые посередине там помещен текст Торы, и вокруг него это все исписано комментариями и разъяснениями. То есть на самом деле евреям быть очень легко, потому что там написаны абсолютно все ответы на все вопросы вашей жизни, и религиозной, и повседельной. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы идете к Равину, к Рэбе, а он достает, значит, Тору или Талмуд, и говорят, а написано, что надо сделать так. И все, и вы делаете все, что написано, главное это все исполнять, и будет вам счастье. Одним словом, у евреев, иногда говорят, что украинцы – это такой народ, который только делает, что празднуют все время, то у них там Рождество, то Пасха, то у них там Ивана, Николая, Петра, значит, Алия и тому подобное, а на самом деле у евреев праздников не меньше, чем у нас, а больше. Ну что, самый большой праздник, мы сейчас сюда переберем. А это? Еремия. Это библийный Еремия, который из Старого Завета держит на себе ярмо, как символ того, что еврейский народ опять порабощен, и надо из рабства его все-таки очередной раз вызволять. Начать надо с того, что у евреев есть один праздник, который они празднуют буквально каждую неделю, и называется он Шаббат, то есть Суббота. Так, про Субботу это же важнейшее, евреев без Субботы не бывает. Суббота или Шаббат это то, что отличает евреев от всех остальных людей на земле, от любой религии, потому что Шаббат сам Бог им дал на Синайской горе 10 заповедей, скрыжали этого завета. Четвертая заповедь звучит «Помни день субботний, шесть дней работай, а седьмой день суббота для Господа Бога твоего». И поэтому евреи празднуют каждый седьмой день как заповедь Божью. В этот день нельзя абсолютно ничего делать, что хотя бы немножечко напоминает работу, то есть нельзя создавать ничего абсолютно нового, поскольку Бог ничего не создал в седьмой день, а отдыхал, тоже и евреи должны слушать Бога, и ничего нельзя совершенно делать. по изменению мира вокруг себя. То есть нельзя даже зажечь свет, потому что это вы уже создали огонь. Нельзя готовить пищу, потому что вы взяли картофель, значит, мясо, воду и славили суп. А что, в субботу холодными сидеть? Нет, можно в пятницу все приготовить свечем. Они как делают, очень даже нормально. Готовится большой, значит, кувшин или котел какого-то супа, например, или мясо. Запросто мясо можно и холодное кушать, а суп ставится в печку, в специальную духовочку, и он там себе сидит, 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 аж до суббота обеды. Потом вы приходите из синагоги, а достали суп, а он в таком большом котелке, он еще горячий, а мясо, овощи, хлеб и все остальное можно кушать и холодным. Главное, чтобы не зажигать огонь. То же самое нельзя, например, ездить на автомобиле, потому что это работа. Нельзя нажимать кнопку лифта, потому что это работа. Нельзя звонить по телефону, это работа. Одним словом, существует 28 заповедей, чего нельзя делать в субботу, потому что вас Бог тогда покарает, и все. Ну, чем плохо? Ну, а что можно делать в субботу? А в субботу можно и нужно ходить в синагогу и там молиться, и там изучать Тору, ну, и там праздную все остальные события. Вот там по центру гравюра, где евреи в субботу себе в шаббат молятся в синагоге. Обязательно каждый еврей должен быть с покрытой головой, потому что даже четыре шага нельзя пройти еврейскому мужу, если у него не покрыта голова. То есть, если у вас туалет находится дальше, чем четыре шага от кровати, вы ночью ходите все равно в головном уборе. В 19-м веке до среднего века носили вот такие евреи, те, которые европейские, те, которые на Востоке всегда носили, до сих пор носят большие черные шляпы. Ну, а потом в Израиле придумали маленькие такие шапочки, которые называются кипа. То есть, хотя бы макушка, но все равно головная уже... А как она там держится? Я все время давно... Она держится или же на волосах просто, потому что она чуть побольше размера, или же на таких заколочках. А лысинка, то они мажут чем-то там голову на лысинку и ее так шлепают на полном серьезе, потому что... На клею. Но то же самое в православной церкви женщине нельзя в церковь приходить с открытыми волосами, только на покрытый платок. Любого размера, неважно, но чтобы были волосы покрыты. Ну и кроме праздника Шаббат или Субботы, существует очень много различных праздников, связанных с различными историческими событиями в жизни еврейского народа. И самый из них, наверное, первый и главный это Пейсах или Пасха, как мы ее называем. Пасха. Ну у нас эта Пасха совсем другой праздник. Буквально с игрита означает избавление или перескакивание. То есть оно празднуется в честь значит ухода израильского народа из египетского рабства в землю, обетованную в Палестину. Они перескочили через эту пустыню или перескочили из рабства к свободе. И поэтому они празднуют вот этот Пейсах. То есть в этот праздник они обязательно употребляют мацу. Мы видим набор специальных сосудов для Пасхи. То есть там и такой большой ларец, где снизу отверстие это вкладается три мацы. И сверху маленькие посудинки, где различные части блюд, которые приписаны им кушать в праздник Песха. Самое главное это маца, то есть хлеб без дрожжей. Априсноки то, что называется. И вот здесь мы видим станок для изготовления вот этой мацы и лежит кусочек мацы. То есть хлеб пресный, только мука, соль и вода. Никаких дрожжей не было даже и в Памине. Поэтому маца должна быть изготовлена не больше, чем за 18 минут. От момента замеса теста ее должно испекать за 18 минут. 19 минут это уже маца неправильная, некошерная, кушать ее нельзя, потому что там уже дрожжи начинают размножаться. И вот на этом станке прокручиваются вот эти все лепешки для того, чтобы сделать в них дырочки вот эти все отверстия. Поэтому она выпекается очень хорошо. И маца три года хранится, это гарантийный сток хранения, а может она и 10 лет забежать, потому что там нечем просто в ней испортиться. Ну, кроме праздника вот этого Песаха, еще существует несколько таких больших праздников, как, например, Сукот или праздник Шалашей, когда они живут семь дней и семь ночей в Шалашах возле своего дома в честь того, что они жили в пустыне в Шалашах. Праздник Ханнука или праздник огней, когда они зажигают ритуальные вот эти восьмисвечники Ханукия. А также очень веселый праздник весенний, который сейчас начинается на этом году 1 марта, называется Пурим. Пурим. Самый веселый праздник в честь избавления еврейского народа от возможного истребления при помощи праведницы Эстер. Они читают книгу Эстер, которая в Библии рассказывает, как этот народ был спасен. И в этот праздник обязательно они должны веселиться, то есть надо выпить каждому еврею вина столько, чтобы не различить два предложения. Пусть будет благословен Мардыхай и пусть будет проклят Аман. Сколько надо выпить, чтобы можно было совершенно по-разному имена сказать Аман Мардыхай благословен и проклят. Ну и поэтому это самый веселый весенний праздник. А самый грустный, самый такой тревожный праздник это Новый год. Йом-Кипур Судный день. То есть в Новый год Бог записывает каждого в книгу живых или не записывает в книгу живых. Если вас не записали, потому что этот год прожили в греху, то вы уже этот год не переживете. И вот тогда звучит вот этот трубный рог, который называется шофар, вот эта у нас пластинка с записями этого. Ну и евреи десять дней постят и молятся, чтобы их все-таки вписали в эту книгу живых. И в следующем году, чтобы было получено, можно было продолжить свою земную жизнь. То есть вот этот наш регион, ну все думают, что западная Украина это все Галичина, на самом деле это Львовская, Тернопольская и Франковская область, вот эти области это Галичина. Потому что Закарпаттия это уже совершенно другое, а Волынь, которая ближе к Беларуси, это тоже уже как бы совершенно другая часть исторически сложилась. Одним словом, до Второй мировой войны половина всех европейских евреев жили в Польше. Половина, в Западной Европе жило 6 миллионов евреев примерно, а половина этих всех польских евреев именно жили в Галичине, то есть в трех наших западных областях. То есть полтора миллиона. Во Львове до войны 1939 года было около 350 тысяч жителей, из которых это 150 тысяч были поляки, 100 тысяч это были евреи и только 50 тысяч это были украинцы, ну и пару тысяч разные другие народы немцы, итальянцы, греки, армяне и тому подобное. Вот было во Львове 60 синагог, куда ходили эти все евреи по субботам молиться, но когда пришли немцы, то уничтожили они почти поголовно все еврейское население, войну пережило всего лишь 800 человек евреев, синагоги были все взорваны, кроме двух, одна осталась действующая возле вокзала на улице Братьев Михновских и одна где находится еврейский культурный центр, до сих пор сохранилась напротив отеля Львов, там есть такой ресторан Кумпель, который собой закрыл именно центральный фасад этой синагоги, только можно сбоку туда в нее попасть, она в ужасном состоянии, сейчас там начали только делать потихонечку ремонт вот эта еврейская община. Ну а здесь на этой акварели синагога самая красивая, которая была в Львове золотая роза, от которой остался у нас на улице старый еврейский, только нижняя часть фундамента и одна боковая стенка, которую вы можете посмотреть, если зайдете. Ну а дальше мы переходим к третьему нашему разделу, который называется раннее христианство. Одним словом, в первую очередь, вот это большое серебряное блюдо с изображением триумфа Гая Юлия Цезаря. Вене Ви Девицы слышали вы еще в школе, пришел, увидел, победил. Ну и там вот напись, которая обрамляет лавровый венок. То есть кого он увидел, увидел он, а, и куда пришел, пришел он в Галлию, теперешняя Франция. Видел там армию, около миллиона человек, которые его там все встречали совсем недружественно. Но Галлию Цезарь победил вот это войско французов, галлов, и завоевал в них территорию. А после еще нескольких его побед, то Римская империя стала всемирной державой, в которую входила почти что вся Европа, север Африки, Ближний Восток. Одним словом, весь мир до сих пор заступный, это был Рим. Ну и в этом Риме жили сотни различных народов, у которых был свой язык, своя история, своя культура, своя религия. Но несколько столетий это огромное государство еще держалось благодаря тому, что его монолитом делало христианство, вот эта религия, которая Риму не давала еще распасться до середины VI века. Одним словом, главная идея христианства у нас тут рассказывается на примере картин, которые там помещены, Адам и Ева в раю и изгония Адама и Евы, а также наверху барельеф такой с изображением бога Саваофа. То есть это всеобщая известная история, что Адам и Ева жили в раю, в прекрасном месте, где был очень теплый климат, всевозможная еда, единственный запрет не трогать плод с дерева поздания добра и зла. Но Божий противник, который именуется дьявол Сатана превратился в такого змея искусителя, дал Еве попробовать, она дала попробовать Адаму, чем они сотворили первородный грех. То есть они ослушались Господа и вкусили с этого плода. За что они были изгнаны из рая на грешную землю и наказаны болезнью, старостью и смертью. То есть люди первоначально по замыслу должны были жить вечно и потихонечку всю землю превратить в рак. Ну и таким образом наступил в жизни человечества очень тяжелый и такой пессимистический скажем там период, но пишет Библия в другом месте, что Бог есть любовь. То есть Он настолько любил людей, что послал туда на землю своего единственного Сына Иисуса Христа для того, чтобы Он своей кровью, своей смертью искупил первородный грех, который совершили Адам и Ева. И таким образом главная идея христианства заключается в том, что люди, которые поверят в Иисуса Христа, и совершат христианство. Если будут жить по Божьим заповедям, то получат они все-таки эту выясненную жизнь в раю, но уже в той загробной жизни. Вот такая главная тут вот эта идея первоначальная этого христианства, которая, в принципе, не изменилась и до сих пор. вот эта икона, которая называется Богородица с Иисусом на престоле. Ценнейший просто экспонат. Это витрина под круглосуточным наблюдением, сигнализация, и все такое. История у нее интересная, потому что у нас в фондах, в запасниках хранится огромная колиза, сотни этих икон. Ну и была одна из икон, которая считалась начало 20 века, примерно. Вот обычная такая, которых там просто не на что смотреть. Ну, наши реставраторы, художники предположили, что написана она на гораздо ранее написанном произведении, и поэтому ее просветили, просканировали, расчистили. Оказалось, что под иконой 20 века икона как минимум середины 15 века. 15, то есть 1450 год, вот это примерно. Это когда Андрей Рублев еще писал Занятую Троицу. Одним словом, поэтому эту икону расчистили. Ну, а дальше тут известные изображения четыре евангелиста, которые написали каждую одну часть Нового Завета, то есть Евангелии, книга Евангелий 19 век. Ну, и кроме этих четырех Евангелий в Новый Завет входит еще и Деяние апостолов, Послание апостолов и последняя пророческая книга, которая называется Апокалипсис или Откровение Иоанна Богослова, которая называется Богородица с пророками. Тут низ обрезан, должно быть 10 пророков и доказывается, показывается в этой иконе, что род Иисуса Христа происходит еще от рода Моисеевого. И там, в самом верхнем углу, мы видим этого рогатого пророка Моисея, сразу видно, вот это же рогатый Моисей, и тем более, что в русле он держит куст, неопалимая купина, огненный куст, из которого с ним разговаривал Господь. Ну а дальше мы тут обычно рассказываем о таинствах и обрядах православных, ну не православных, христианских церквей вообще, скажем так, не православных, христианских, то есть таинства и обряды, какая между ними разница. Ну, обряды, это видимые действия, которые совершаются в церкви священникам, а люди это все могут увидеть и принимать участие, как то причастие, покаяние, венчание, значит, крещение и тому подобное. Семь обрядов и семь таинств. Ну а что такое таинство? Таинство это невидимая Божья благодать, которая исходит на людей во время совершения таинств и они наполняются Божьей энергией, Божьим Святым Духом. Так что таинство увидеть нельзя, а можно увидеть только обряды, которые в церкви происходят. Ну и два первые таинства невидимая обряда основал сам Иисус Христос крещение и причастие. В углу у нас икона крещения Господне, где река Иордан Иоанн Претеча крестик Иисуса Христа водой. Ну в это время слетел Святой Дух в виде голубя и услышан был голос Небесного Отца, который сказал это Сын Мой возлюбленный, Его слушайтесь. Так что с того времени все крестьяны принимают вот этот обряд водного крещения ну а что касается причастия, то оно было основано во время последней вечери Иисуса Христа в Иерусалиме со своими учениками во время еврейской Пасхи. То есть они все пришли в Иерусалим, чтобы праздновать там Пасху в честь исхода из египетского рабства и съели как это положено ритуального ягненка с горькими травами как обычно, а после того случилось что-то необычное, то есть Иисус взял белый хлеб, разломал раздал своим ученикам и пустил по кругу чашу с красным вином сказал при этом всем уже тоже известные слова это тело мое которое за вас ломалось это кровь моя которая за вас проливалась употребляйте это в память обо мне и в искуплении от греха. Ну и с того времени верующие христиане употребляют вот это причастие называется оно таким греческим словом Евхаристия буквально благодарность то есть за вот эту искупительную жертву Иисуса Христа. Ну а снизу очень интересная такая икона которая особенно популярна у нас была на западной Украине которая называется Иисус Христос виноградная лоза то есть для того чтобы люди могли понять как это происходит это таинство превращение крови в вино то есть вина в кровь то вот именно рисовались такие картины из раны Иисуса Христа который ему копьем было сделано на кресте выросла виноградная лоза на лозе созревают грозья Иисус выдавливает эту грозь в чашу которую держит ангел таким образом человек который с этой чашей употребляет вино он непосредственно употребляет святую кровь Иисуса Христа ну вот все наочно и доступно для любого человека ну а дальше у нас тут рассказывается о распространении христианства по территории Римской империи то есть всего мира тогда известного всей ойкумены и распространялась она при помощи апостолов буквально гонец-посланец сначала этих апостолов было 12 но потом после того когда в Иерусалиме в день Пятидесятницы с неба не зашел Святой Дух в виде огненных языков и осел на этих людях то уже стало целых 70 апостолов которые получили дары проповеди и гласолалии то есть говорения на других языках и они начали ходить по земле всего Рима и проповедовать там Евангелию то есть благую весть распространяя именно информацию о скором приходе спасителя и его спасения которая называется смерть христиан на аренах церкви в Риме то есть христианство было сначала запретной религии потому что в Риме было многобожье там был и культ императора поэтому христиане тайно собирались в катакомбах на свои богослужения ну а тех из них которых ловили то бросали на растерзание диким зверям на аренах церков ну потому что чего хотели римские граждане до того же что и украинские в принципе граждане может и эстонские хлеба и зрелищ если у человека есть питание то ему тогда надо какие-то развлечения ну там в кино сходить там телевизор посмотреть театр и тому подобное ну поскольку у них не было тогда интернета и кино то они хотели смотреть на бои гладиаторов или еще интереснее когда значит звери разрывают на части вот этих живых совершенно невинных людей но в отличие от нас теперешних христиан то те первые были совершенно другими людьми они были убежденными во-первых во-вторых смерти не боялись совершенно потому что верили что как мученики они попадут сразу в рай поэтому встречали свою гибель с именем Иисуса Христа на устах а римские граждане которые за этим наблюдали они были в шоке они были поражены потому что люди которые совершенно не боятся смерти это было что-то диковое поэтому они сами начинали интересоваться идеями христианства и оно потихонечку распространилось по территории Рима как наводнение к концу 3 века в Риме было около 7 миллионов верующих христиан 7 миллионов это много или мало ну что вам сказать в то время в населении Рима это было 50 миллионов человек всего лишь в этой огромной территории жило 50 миллионов человек а тут 7 миллионов убежденных христиан то есть победить христианство было совершенно невозможно и поэтому в 313 году уже нашей эры римский император Костянтин разрешил исповедовать христианство на ровне с другими религиями на территории Рима за что он был канонизирован тут его мать Елена святая которая нашла животворящий хрест в Иерусалиме на котором был распятный Суд Христом так что Костянтин и Елена но его уже преемник император Юстинян в 325 году завещал христианство как единственная государственная религия в Римской империи дальше мы будем то есть существовало в Риме огромная территория огромное количество людей и культур различные школы секты движения которые между собой спорили а даже иногда и бились как нужно правильно исповедовать христианство поклоняться Иисусу Христу совершать обряды и таинства ну и поэтому в 1054 году христианство раскололось на две большие части на западную и восточную западные начали себя называть католики или вселенская церковь католическая церковь а восточные начали себя называть греческой церковью или православной и вот это разделение осталось и до свободнейшего времени более того в начале 16 века в 1517 году появилось третье направление христианства о котором у нас очень мало кто знает к сожалению и называют этих людей сектантами а на самом деле огромная такая ветка христианская которая называется протестантизм протестантская церковь гораздо больше чем церковь православная в мире потому что если считать католиков то примерно около 1 миллиарда 200 миллионов человек насчитывает католическая западная церковь а все православные церкви россия украина беларусь молдавия молдавия румуния греция и так дальше 130 миллионов всего лишь то есть почти в 10 раз меньше а сколько в мире протестантам считается около 800 миллионов 800 миллионов протестантам одних баптистов и христиан 300 миллионов человек в мире а православных всего 130 так что кто тут церковь кто секта это еще очень даже так нужно взвесить после поражения спартака вот этого огромного восстания то 6 тысяч человек гробов были казнены через повешение на кресте вдоль вот этой апевой дороги так что такая для детей пугать такая страшилка это я говорю с тех еще времен еще с 70-х вот она эта диорама висит но скоро вы ее не увидите на счастье будут совершенно другие экспонаты одним словом протестантская церковь католическая и православная во всем мире как три основные такие ветки но у нас к сожалению сейчас нету отдела протестантских церквей потому что реконструкция у нас идет мы его будем делать совершенно в другом месте но сохранилось у нас католический отдел и православный отдел так что мы сейчас с вами перейдем к католитическому то есть музея в каждом и не только в нашем там и в Лувре там например в Эрмитаже выставляется не больше чем 8-10% экспонатов на всеобщее обозрение в экспозиции а 9 десятых то есть вот этот айсберг огромный он хранится где-то в запасниках которые людям никогда обычно не показывают здесь у нас часть вот этих наших огромных коллекций которые выставлены сейчас на выставке то есть металл там у нас различные кресты монстрантии клады икон наполеоновской эпохи а также серебряные украшения которые называются гокивы вот это которые люди подарили в церкви различным чудотворным иконам то есть вы видите изображение различных органов руки ноги сердца глаза и тому подобное если у человека что-то болело а он молился возле образа Богородицы и излечился таким способом то он тогда заказывал у ювелира вот эти изделия и в церквях очень часто можно увидеть вот такие иконы которые просто обвешаны десятками а то и больше вот этих вативов то есть благодарностей от верующих ну а мы тем временем переходим все-таки к католитику прошли мы четыре шага и сразу через четыре столетия перескочили потому что коридор это 14 век а здесь у нас середина 18 века 1740-1863 годы вот это наше помещение это часть Доминиканского собора который вот за этими дверями находится поэтому у нас логично что находится отдел католицизма в части бывшего католического ну и в этом отделе обычно я рассказываю самые главные особенности различия между католической и православной церковью почти тысячу лет может исходить может исходить как от Бога отца так и от сына фили окве то есть от Иисуса Христа но православные утверждают что только от Бога Отца исходит Святой Дух а от сына он не может исходить и вот это мы можем увидеть на примере вот этой иконы 17 века католической которая называется Троица Иисус Христос сидит возле Бога Отца равные они между собой а над ними ровно посерединке Святой Дух витает то есть правильный такой равносторонний треугольник где все части Троицы между собой одинаковые равные по силе и по значимости ну а у православных совершенно другая икона мы ее видим в отделе которая изображает такую вертикаль своеобразную кроме того существует несколько догматов то есть церковных законов которые не признают православные например догмат о чистилище и здесь мы видим эту шкатулку для собрания церковных пожертвований с изображением чистилища католики утверждают что после смерти большая часть человеческих душ попадают не в ад и не в рай сразу же ну потому что в ад это только те люди которые совершили уже какие-то смертные рехи направляются ну а в рай это вообще редкий случай туда могут попасть сразу разве что монахи которые всю жизнь прожили в монастыре там умерли и там же похоронены тогда у них прямой лифт туда сразу наверх а большая часть людей как мы с вами я так надеюсь она в таком среднем месте между раем и адом которое называется чистилище и там эти души находятся кому сколько там уже призначено кто там может сто лет кто может даже тысячу пока они не очистятся окончательно или покажи они не упадут туда окончательно в гиену эту огненную ну а задача тех людей которые живут на земле родственников это какая ходить в церковь заказывать там службу Божию за умерших своих родственников ставить свечечку туда вносить какие-то пожертвования в эту шкатулку таким образом чем больше вы ходите чем частью вспоминаете и заказываете службу тем быстрее эти души очищаются и потихонечку возносятся туда в рай это у католика а у православных как а православные очистилища слова такого нету но если их спросить а что же с душами они сразу туда идут или туда они скажут не они некоторое время находятся в каком-то определенном месте а в каком месте а нету такого а какие мыторства вот а может это именно я всегда говорю что православные это тайные просто приверженцы очистилища просто слова они такого не признают потому что православные ходят в церковь и ставят там свечку за упокой. Если человек в аду, то эта свечка ваша оттуда его не спасет, если нет никакого больше этого. А если он в раю, то зачем ему ваша свечка? Ему и так там прекрасно живется, и эта свечка ему не поможет. То есть православные верят в Чистилище, но они хотят в этом просто признаться, потому что им это запрещено признать немного других разных католических законов. Например, догма о непогрешимости Папы Римского. И здесь мы видим святого Петра в облачении Папы Римского. О том, что это святой Петр, это свидетельцы ключи от рая, которые он держит, а о том, что это Папа Римский, это корона его, Тиара, тройная золотая корона, которую раньше носили Папы Римские. Ну и суть в чем? Католическая церковь считает, что Папа Римский это человек грешный в обычной своей жизни. Он может ошибаться, он может быть, да и умирает, как и мы все. Но если он проповедует как глава всего христианского мира, экс-каттедру, то все, что он не сказал, абсолютно есть истина в вопросах веры. Ну и в средние века, если церковь скажет на черное-белое, а на белое-черное, то так оно и быть. Ну и поэтому, значит, для католиков Папа Римский это глава всех христиан. По причине того, что его туда поставил сам Иисус. То есть Папа Римский первый, это был святой Петр. Иисус его призначил править христианской церковью в Риме и дал ему титул викариус филиус деи, на местных сына Божьего. А еще он сказал то, что вы знаете, это Петрос, камень, скала, на котором я построю свою церковь и врата ада, ее не одоление. То есть первый Папа Римский это святой Петр, а все другие папы получали от него рукоположение и Божье благословение. Так что для католиков это глава всех христиан. Ну а православных, у них нет своего главного какого-то одного священника. То есть есть 15 независимых автокефальных церквей во всем мире, Иерусалимская, Антиохийская, Константинопольская, Русская, Грузинская, Финляндская, Болгарская, Греческая. Украинской только нету. Украинской православной церкви нету. То есть ее не признают все другие патриархи и считается, что мы это какой отдел от русской православной церкви. До сих пор пока еще нас никто не признал как отдельной автокефальной, то есть самостоятельной. Хотя во всех странах, где есть отдельные страны, может быть своя, должна быть, так же скажем, своя отдельная соборная церковь. У грузинов есть православный церковь, у греков есть, а в Украине нету. Но непорядок. Одним словом. Так что вот такие тут у нас особенности. Ну а дальше. Много чего интересно. Ну вот эта икона, конечно же, привлекает внимание. Мария Магдалена оплакивает Иисуса Христа распятого. То есть икона ценна в двух вещах. Во-первых, это настоящая доминиканская икона, которая здесь висела еще с 18 века в костеле и осталась до сих пор. Ну а во-вторых, что она нам рассказывает тоже самые такие особенности культа католического и православного, как само распятие. Во-первых, табличка всегда висит на католических распятиях инри, а на православных инци с четырьмя буквами, которые люди всегда думают, что это за шифровка такая. А на самом деле все очень просто. На латыни это звучит иезус назареус, рекс юдеорум, что в переводе означает Иисус Назарей, царь иудейский. То есть у православных получается инци. Ну а еще одна особенность такая, что, как правило, католические распятия, две ноги Иисуса прибиты одним гвоздем, а на православном две ноги двумя гвоздями прибиты. Но вы не обращали внимания, сейчас увидите, увидите, что тут. То есть уже ученые-мужи церковные целых тысячу лет спорят, сколько было три гвоздя или четыре гвоздя на кресте у Иисуса Христа, на полном церезе. Целая диссертация на этом деле пишут, так до сих пор еще не решили. Так что вот такую мы тут имеем особенность. Ну, о церкви можно тоже рассказывать очень много этой католической, которая здесь была, о доминиканцах. Но столько вас не хочу грузить, потому что надо еще осталось посмотреть православие, а еще кроме православия. Это армянская церковь. 99% людей, которые ко мне попадают на экскурсии, они все думают, что армяне это православные христиане. 99%. Ну, в редчайшем случае, что люди знают правду, а правда такова, что армяне это не православные, не католики и не протестанты-сектанты, а все армяне всего мира ходят в армянскую, григорианскую, апостольскую церковь. То есть армяне, они армяне не только по своему народности, по национальности, а и по своей религии. Существует отдельная армянская церковь, которая одна из самых древних христианских церквей вообще. Потому что еще в 301 году все армяне приняли христианство через крещение Григорием Просветителем. Вот это он изображен, поэтому называется Григорианская церковь, хотя сами называют апостольская церковь, потому что они были от апостолов получены еще раньше, чем в Риме. В Риме, напоминаю, в 325 году приняли государственную религию, а в Армении в 301 году. Так что все армяне имеют своего верховного священника, который называется католикоз всех армян, то есть вселенский патриарх, который сидит в храме таком, что называется Эчмиадзин, вот это он, серебряное изображение, в городе Анир, который находится возле Еливана, где-то за 120 километров. И вот армяне всего мира являются сторонниками вот этой армянской Григорианской церкви. У них есть свои особенности, конечно же, потому что и календарь немножечко по-другому сделан, чем у православных, и институт священников, нету женских монастырей, только монастыри мужские. И каждый священник при этом должен иметь еще и ученые степень, по крайней мере, кандидат науки никак не меньше. Также различные особенности в употреблении Евхаристии, то есть причастия и тому подобное. Но не будем это все облегляться. Главное, чтобы знать, что армяне, это армяне по своей конфессии, по своей религии. Ну и наконец, зашли мы с вами до дела, которое называется Православие. Ну и тоже тут несколько особенностей, потому что все рассказывает Православие, это два часа только можно в этом одном отделе. Самое главное, наверх, вот видим мы икола, опять же, 17 век, то есть там 17 веки, бравославная икона, причем старообрядческая, потому что у нас в Украине тоже сохранились еще несколько церквей этих старообрядцев, которые двумя перстами крестятся, они трюма, как положено, четырьма двумя, староверы, старообрядцы. Черновицкая область есть такая в Одессе, такой есть, где Измаилов, семья, то же самое, сохранились эти староверы, которые в бородах таких обычно, которые, значит, там доземных 300 поклонов делают во время службы, которые иконы никогда не перерисовывают, потому что нельзя их реставрировать и тому подобное. Вот это именно эта староверческая икона, которая нам показывает Троицу с православной точки зрения, то есть наверху изображен Бог Отец, в которой высшая и большая часть Троицы, от Него сходит, исходит вот этот Святой Дух, то есть Прискот, в которой низшая, меньшая часть вот этой Троицы, которая вертикаль власти. Ну а дальше православный крест, который, особенно тем, во-первых, там пишут буквы «Инци», а не «Инри», а во-вторых, что это косая нижняя перемычка, где были ноги Иисуса Христа. Ну, «Инци» мы уже знаем, Иисус Назарей, царь Иудейский, и это уже бывает на то же самое греко-католических наших иконах, которые здесь, в Львовской области, в Галичине вообще находятся. Но вот эта косая перебычка, сразу видно, что православная, потому что у католиков такого нет, только прямые там обычно нет. Почему, значит, у православных? Ну, существует предание церковное, то есть церковные книги, они делятся на две – святое письмо, святое писание, то есть Библия, и святое предание. Библия одинаково, что у католиков, что у православных, ну почти одинаково. У католиков больше там книг, чем у православных. А святое предание, то есть это решение церковных соборов, жития святых и разные. Католиков и у православных вот эти сказания. Поэтому, согласно с Библией, когда распяли Иисуса Христа на горе Голгофе, было два разбойника, еще справа и слева. Его, тот, который слева был неверующим, он говорил, такой же ты Сын Божий, если ты Божий Сын, спаси себя. И нах. Ну, тот разбойник, который был с правой стороны, он сказал, верю, что ты Сын Божий. На что Иисус ему ответил, истинно говорю тебе, сегодня будешь со мною в раю. Вот так пишет Библия, а православное предание добавляет. И после этих слов, нижняя перемычка, на которой были ноги Иисуса Христа, наклонилась в сторону поверившего разбойника. То есть она показала таким образом, что путь веры, это путь спасения, а путь неверия, это путь погибели, путь в Ак. И поэтому православные изображают вот такой вот свой православный крест, который издали можно уже видеть, там православная церковь, а не католическая или протестантская. И поэтому здесь вот такие обычные кресты под 90 градусов. Так что вот такие особенности. Ну и самые, ну вот, не дармо, вы все-таки в музей пишете. Вот, это самый главный, наверное, экспонат в этой экспозиции православия. Икона, которая называется «Страшный суд». Или же «Библия для неграмотных». Конец 16 века, вот такие, если бы так примерно, там, 590 год, вот это она уже, сколько столетий, ну, полтысячелетия. Ну и в те времена, во-первых, и грамотных людей было очень мало, которые умели читать и писать. А во-вторых, Библия была очень дорогой книгой, даже если ты и умеешь, но это же надо было отдать пару, там, тысяч долларов за книгу. Поэтому в каждой православной церкви обязательно должна быть такая икона. На западной стене, то есть возле выхода. Восточная стена всегда смотрит на Иерусалим, на храм Проба Господнего, а когда выходит крестьянин после службы, то он тогда бросает взгляд, или целая стена расписана, или отдельная икона «Страшный суд». То есть назидание еще на всю вот неделю, пока он в следующий раз придет в церковь, он помнил, что надо делать, а чего не надо делать ни в коем случае. Ну и как пишет апокалипсис, когда кто-то другим. И представители всех народов станут на «Страшный суд», то есть «Последний суд» перед Богом Отцом. И здесь мы видим представителей различных народов, которые стоят в ожидании суда, «А предводитель этих народов кто?» Вот этот, который с рогами стоит в Моисей, и держит он скрижа Лизавета, то есть две таблицы с десятию заповедями Господними. Ну и народы вот эти, которые собрались, они как бы ожидают суда, а на самом деле они уже все предназначены для погибели, те, которые здесь изображены. А знаете почему? Потому что это не православные народы. Тут даже подписано. Жидови, то есть евреи, юдеи, турки, мусульманы, немцы, лютераны, жаки, то есть французы, кальвинисты, ормяны, ормяне, армянская церковь, татарьи, мусульманы, еретики, то есть те люди, которые там в церковь ходят, но с чем-то они не согласны и высказываются против учения, и мурины. Что такие мурины, вы не знаете. Это в польском языке такое слово, что мужин, мужин означает негр, в польском языке, то есть мурин, в украинском давнем языке говорим негр. Ну негр говорят, теперь нельзя говорить, а как называть? Афроамериканцы? Не было тогда еще никого и Америки, и афроамериканцев. Это черные люди. Ну почему они не черные? Да потому что в 16 веке художник, который рисовал, не видел никогда живого негра, и поэтому он их нарисовал с такими лицами белыми. Но он, кстати, написал, что это негры, которые племена там юмба-мумба, всякие там язычники, поклонники этого огня и прочее, прочее. И в череде этих народов, заметьте, кто здесь стоит, черный попел написано, козаки. Козаки. И вы скажете, как же так? Не может быть. Это же самые православные только что христиане, которые, значит, за веру свою и с турками, и с татарами, и с ляхами католиками бились. А тут казаки почему-то в череде вот этих народов, которые призначены для погибели. Но все дело в том, что казаками здесь, в Западной Украине, назвали не тех борцов за свободу, а тех людей, которые любили там посидеть себе, значит, на сечи, попить много очень водки и закусить, чем Бог послал, потом пропить последнюю сорочку, свою рубашку, а после этого они шли опять в поход, да хоть, значит, на Польшу, а хоть на Крым, а хоть на Москву, потому что деньги надо было опять же заработать. Это же не были какие-то настоящие идейные борцы, как мы тут можем себе подумать. Ну, а были просто такие веселые, такие ребята, значит, которые головорезы. Ну, и казаку, которого хоронили, обычно клали в могилу эту трубку, не, трубку, трубку с табаком и бутылочку с самогоночкой, аквавита, оковита, вода жизни. Вот так хоронили казака. Ну, а вы говорите, православные христиане. Так что они как бы православные, но с другой стороны, в череде тех народов, которой присуждена гиена огненная. Вот эта гиена. То есть... А как же? Как же? С рогами это черти. Там Моисей, это черти, да. То есть это всепожирающая пасть, вот эта огненная, в центре которой на таком ужасном создании сидит сам дьявол, сатана, Люцифер, и держит в руках самого большого грешника Иуду. Вот это вот. Ну, а кроме того, да, 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 вот он, вот он, рогатый, который Бильзевул, который, Люцифер, который пожирает вот этих грешников в этом аду. Одним словом, тут расписаны все вещи, те, которые должен делать добрый, православный христиан для спасения, и те, которые не должны. Здесь у нас душа каждого человека взвешивается, если добрые дела перевешивают, то он попадает вот этой вот дорогой туда, прямо в рай, к Богу за пазуху. Ну, тут нету той части, там дети, праведники сидят в Бога за пазухой, буквально. Но есть 7 вот этих таких ступеней, 7 добрых дел благочестия христианского, православного. А вы их знаете? Нет, это не 7, это 7 дел милосердия. Первое, накормить голодного. Второе, напоить страждущего. Третье, одеть раздетого. Четвертое, переночевать подорожного. Пятое, проведать больного. То есть, это не просто, чтобы это всходить к своим друзьям, это доброе дело милосердия, прийти к нему, принести что-нибудь там покушать, там, может лекарства какие и так дальше. Шестое, проведать узника в тюрьме. Это высочайшее дело, пройти в тюрьму, мало того, что там ему харчей каких-то подбросить, так можно ему книжку какую-то принести, почитать. Не может, времени много, а может, Библию у него там пять лет изучать. А было много людей, которые были разбойниками, а потом в тюрьме сидели пять или десять лет и стали священниками или протестантскими пасторами и тому подобное. Ну и седьмое дело, тут уже не видно, захоронить умершего. То есть, в христианских традициях это обязательно сходить туда на чин вот этого погребения. Ну, таким образом, будете вы когда-то в районе. Ну, а не добрые дела, а не добрых дел то просто масса. То искушение на каждом шагу, начиная даже от якобы верующих православных тайнства исповедения. Вот вы видите, пришел человек на исповедь, священник, он его накрыл ломофором, а черт ему что-то шепчет на левое ухо. У вас на правом плече всегда ангел, а на левом у вас сидит всегда дьявол, и он вас искушает. Поэтому говорят, пойти налево, налево, это не значит, что к женщинам пойти, это можно пойти куда-нибудь налево, где вам вот это все там шепчет. То есть в кабак, значит, в компьютерные игры, на скачки, ну, в любое другое место, где вам тут налево будет шепотать. И он, знаете, что в данном случае он ему говорит тихонечко, всего не рассказывай. Почему? Ну, потому что, если вы пришли на исповедь и забыли случайно какой-то свой грешок небольшой, то он вам не простится, возможно, потому что вы его забыли. Но если вы пришли и утаили от священника то, что вы там сделали, то зачем же вы тогда приходили на исповедь? Не надо было вообще дома сидеть, никуда не финить. Поэтому такой человек, хотя и пришел на исповедь, он попадает в ад. А дальше, подождите, еще расскажу. Это еще расскажу, это там смерть такая скосой, это все смерть скосой, которая головы вот этих грешников. Смотри сюда, человек спит, никого не трогает, Богу Духу невиноват, что называется, а два черта пришли, его уже тащат в ад. А почему? Потому что это один из ужасных смертных грехов, которые, возможно, и у вас есть, у меня там тоже кто-то есть, называется Ленин. Лень это в числе смертных грехов. Человек спит в то время, когда служба идет в церкви, воскресная или праздничная. Это же вы понимаете, лень свою задницу поднять, и сходить в церковь, и послушать, и покреститься, там я обратно вернуться. Поэтому такого человека сразу туда-туда, в гиену огненную, и там вас сожжет вот эта вот пашча. Ну, а дальше тут всякие круги ада. Это воры, которые трани, воровали, поэтому им обвели руки, там они даже в этом аду не кушать, не пить уже не могут. А дальше мы видим, что обыденные людей, которые зло употребляют алкоголем. Зло, я наоборот. Потому что они выпили уже всю бочку там этого вина, ну, а им еще принесли там кувшенчик. То есть употреблять вино это можно, даже нужно, потому что сам Иисус, первое чудо, это в кане Галилейской, когда он цистерну воды превратил в цистерну вина. Но если зло употреблять, это уже грек. А дальше мы видим, что гадание по руке, вот эта цыганка, ворожка, казаку, конечно же, разбойнику, она по руке гадает. И романтия, гадание на картах, таро, на всяких таких гущах и прочих звездах. То есть гороскопы. Кто читает гороскопы и смотрит их каждую неделю, это все, это только в церковь исповедоваться, потому что вы занимаетесь... А слидой гороскопы. Ну, это если вы не православные, то вам все равно может быть, это православные, того и касается. Ну, а дальше что? Курение табака. Бесовское зелье. Вот это казак, который опять же такую большую эту трубку курит, отчет ему... А на левое ухо побольше, побольше натаптывать, дольше будешь гореть в этом году. Ну, а дальше вообще уже ужасная вещь. Человек играет на инструменте, похожем на скрипку. И вы скажете, как? Не может быть. А я скажу, очень даже может быть. Потому что в 16-17 веке игра на различных инструментах, не важно, на аккордеоне, на гитаре, на фортепиано, приравнивается к пустой трате времени, то есть лиху. В церкви, вы видите, в православной церкви кто-нибудь играет там на ионике, на органе, на балалайке, или на аккордеоне, нету такого. То есть, оно как бы уже не считается возможным этим смертным грехом, но тогда оно считалось. В православной церкви считается, что хор должен быть. Кто поет, тот вдвойне молится, а кто играет, тот по-пустому грешит, тратя свое время на вот это пустое его провождение. Так что, перед тем, как поиграть на аккордеоне, что на следующий раз? Там различные телесные грехи, которые я вам даже все не буду рассказывать, потому что это же я не в музее идут аморальности, а в музее духовности с вами общаюсь. Ну, одним словом, вот такие всякие интересные вещи. Поэтому, я говорю, в православной церкви никогда нету никакой музыки, в отличие от католического храма, костела, где всегда присутствует что Орган. И у нас Павел Орган в Украине действующий. Бывкая тратяная бывшего монастыря доминиканцев, то есть здесь лучше вина собиралось около 120 человек, чтобы можно было в зал. Ну, а я всегда говорю, пока они обедали, чтобы им лучше пили храм, но здесь арган играл, когда они ели. Вот была обычная себе тратяная зала. Сейчас у нас здесь выставочный зал, где в данный момент выставка, которая посвящена 500 лет протестантизма, реформации, то есть именно 1517 год, 2017 год, 500 лет реформации. Мартин Лютер, 95-й тест, который прибил на соборе в Литтенберге, и таким образом началось это движение за реформацию католической церкви и возникновение протестантизма. Ну, а у нас стоит вот этот арган, который, только подумайте, 1730-х годов примерно постройки. Вот это. В Украине старшего аргана нету нигде и вряд ли может быть. Во Львове четыре действующих аргана, один в катедре, один в костюле Святого Антония и один в арганном зале на улице Степана Бандеры, который бывший костюм Марии Магдалины. Но это все середина 19-го или начало 20-го века, а вот это 1730-е годы. из бывшего костюла Святого Мартина, в котором сейчас находится Магдитутный дом гиванских христиан Пятидесятников. Ну и выставка это. Можете еще потом познакомиться, если захотите, с этими всеми произведениями. А пока что мы с вами перейдем еще в один такой остался зальчик, который у нас рассказывает о восточных велигиях. Ну такой у нас тут микрозальчик восточных велигий, потому что у нас они особо пока не распространены. Ключевое слово пока, пока. Потому что каких-нибудь пройдет 20 лет, а мы выйдем тут во Львове, а тут две церкви и кругом стоит 10 этих мусульманских мечетей, по крайней мере. То есть это у нас отдел, который такой и называется ислам, условно. А это отдел, который называется буддизм. Условно, две восточные религии, несколько вот этих фотографий, с тем, что творится в мусульманском мире. Тут раньше была табличка, уже мы ее обрали, потому что я говорю, это же совсем уже старая информация. 10 лет тому назад писало, что сторонников ислама в мире 1 миллиард 300 миллионов человек. А в настоящее время 10 лет прошло, знаете, что? 2 миллиарда с половиной. То есть за 10 лет увеличилось число последователей ислама настолько, что их уже гораздо больше, чем католиков и православных вместе взятых. А еще через 20 лет христиане-то потихонечко исчезают, а мусульмане, они что, не то же потихонечко, они просто вот так вот заполняют всю землю и даже Львов. Если посмотрите, сколько у нас турок во Львове, а сколько у нас крымских татар, а скоро уже мечеть во Львове. Вы знаете, что вы скоро мечеть будете или не знаете? Вот вы не знаете, они работают над этим. Так что, одним словом, про ислам тут рассказывается. Ну, много чего тут интересного можно было бы говорить, то есть самое главное, что ислам в переводе означает покорность. Мы всегда думаем, что мусульмане это те люди, которые где-то там совершают джихад, которые всем делают секир башка и значит уничтожают все религии, кроме своей мусульманской. На самом деле это покорный человек, который слушает заповеди Аллаха и придерживается пять столпов ислама. Молитва, милостыня, хадж, то есть паломниц в Мекку, пост и исполнение формулы нет Бога, кроме Аллаха, а Магомед пророк его. То есть мусульмане настоящие, это совершенно не то, что мы видим там всегда обычно в новостях. Ну и число мусульман, говорю, во Львове, да и во всей Европе не потихонечко, а растет просто в такой арифметической прогрессии. Не знаю, как там к Эстонии, может они еще не добрались, но к нам уже я был в шоке. Во Львов прилетает три рейса из Стамбула каждый день. Я думал, что в неделю, в день. Вот вы такого тоже не знали. Сколько уже в воскресенье тут выйдешь на центральный проспект, а гуляют эти мусульманские значит мужики со своими женами в этих хиджабах и с пятерком детей. А через 20 лет это вообще туда не выйдет, потому что туда не будут пускать христиан. Да, да, да. Ну и тут у нас буддизм. Корелегия. Отнестись, Корелегия. Звучит как бы оно. А на самом деле буддисты считают, что неважно есть Бог или нету Бога, это не имеет никакого значения для человека. А что имеет для человека? Карба его имеет значение. Буддизм это тоже сравнительно молодая религия. Всего лишь с пятого века она существует. Жил себе был такой принц в Индии, который назывался Сиддхарха Гаутама из рода Шакьямуни. И был он очень богат. Ну да, ну род, род, это фамилия его родовария. Сиддхарха Гаутама. Не знаю, что там в переводе, честно. Очень богатый был принц, жил в великолепном дворце, где у него было все, что только можно себе пожелать. И даже говорят, что было у него 40 тысяч жен. А зачем ему 40 тысяч жен? Без понятия, но было 40 тысяч жен. То есть не было тогда раньше каких-то, может, других ценностей, поэтому женщин он собирал себе в это самое достояние вместо банка. Но потом он один раз вышел из этого замка своего дворца, дворца, не замок, дворец, и увидел он, что стоят в мире страшные вещи, бедность, болезни, смерть и что-то нам еще, страждание, страдание. И потом он, значит, ушел из этого дворца, ушел в пустыню, там 60 лет по этой пустыне ходил, подвязался, встречался с разными мудрецами, а потом сел один раз под дерево бодхи, и на него снизошло озарение, просветление и стало называться Будда. Будда просветленный, потому что ему отвелось четыре благородные истины. Человеческая жизнь это страждание, страдание, причина наших страданий это наше желание, чтобы избежать страданий надо избежать желаний, а для этого надо идти золотым восьми членным путем, который изобрел знаменитый вот этот Будда. Ну, про эти восемь частей не буду вам рассказывать, заходите, сами почитайте. Самое главное, что буддисты не боятся смерти, они боятся колеса сансары, колесо перерождений, то есть человеческая душа, человеческая карма зависит от ваших хороших или плохих поступков и даже мыслей. И вы можете или свою карму улучшить, и тогда вы переродитесь в высшей какой-то там своей личности, или же наоборот можно ее понизить, и вы тогда станете животным, деревом, камнем и будешь ба-бамом тысячу лет пока помрешь, как Высоцкий когда-то пел. Одним словом, буддисты стремятся достичь нирваны, состояние, которое называется сгасание или же уничтожение, то есть уничтожение желаний. Когда человеку настолько хорошо, что он ничего не хочет, вот и наступает эта нирвана и человеческая душа становится частинкой божества. Вот такая очень короткая и очень схематическая идея буддизма. 60 лет по-моему ему было. По-моему что ж или 40 вот не помню вылетел меня то ли 40 лет то ли 60 лет ему было а дожил он до 80 лет. Да-да-да то есть он ходил там 40 лет поэтому а душу свою а карму ты же не можешь улучшить когда ты обжираешься занимаешься черти чем и ничем не занимаешься и все ну золотой этот он придумал золотой серединный путь то есть если слишком много кушать или слишком мало кушать слишком много спать или слишком мало спать слишком много работать или слишком мало работать то никогда не достигнешь совершенства ну но тут такие всякие вещи которые я даже не влезаю это я вам только схематически обозначил 5 словов ислама и 4 благородных истины а вы уже там залезете себе в интернет да и там все никакие вопросы это если вообще человеку ничего не понятно если все понятно совершенно ясно мормоны или христиане почему христиане очень даже мормоны христиане да протестанты протестанты они более того перекрещивают умерших даже людей для того чтобы значит когда люди те которые умерли до того чем появились мормоны то они считают что их душа тоже может быть покрещена потому что они же не будут знать что там на страшном пути а партии протестиве они таким образом спасены и у мормонов есть списки всех людей которые живут в европе и в том числе возможно даже они могут даже вас покрестить без вашего на то согласия после вашей смерти если вы не изъявили чего-то противоположного вот такое но тут вы говорили о евреях что они субботу может быть в ту сторону уже суббота там очень важно но есть сайцар тоже отментисты седьмого дня но это тоже христиане которые говорят что в Библии не где написано что надо праздновать в воскресенье в Библии написано субботу а никто этой субботы не отменял то есть Иисус Христос когда пришел то Он сказал что не пришел изменить закон а исполнить в субботу придумали потом уже священники уже в четвертом веке давайте не будем праздновать субботу как евреи а будем праздновать воскресенье как христиане а до того христиане все праздновали субботу ну и поэтому они говорят адвентисты которые почему мы должны четвертую базу заповед никто ее не изменил в 1925 году был такой собор священников которые говорят давайте мы будем праздновать воскресенье Христово вместо субботы кто против значит все там за а кто против того изгнали и сказали все до свидания а сегодня будем воскресенье праздновать в 1935 году до того праздновали субботу например ну и вот адвентисты просто вернули они говорят Библия написана черным и белым четвертая заповедь помни день субботник там не написано день воскресень и все что евреи что мусульман мусульман тоже не убить это никто у них там не придумывал что-то другого то которые джихад делают которые там сектанты ислама это же не настоящие мусульмане на самом-то деле так что такое ну одним словом если у вас еще вопросы то я отвечу если нет то будете во Львове если что все остальное можете осмотреть что вам тут нравится там написано на английском языке если понимаете на русском нету потому что у нас как-то русский язык